Открытые республиканские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей в память тренеров Леонида Буторина и Валерия Гребенкина прошли в Воткинске. Подробности от Елены Рудаковой. В минувшие выходные в Воткинске прошли соревнования по греко-римской борьбе. В них приняли участие 14 команд из 6 регионов России. Приехали спортсмены из Пермского края, Кировской области, Татарстана, Башкортостана, Мордовии и Удмуртии. Данное состязание проводится в нашем городе каждый год. В первую очередь соревнования проводятся для того, чтобы выявить сильнейших борцов, чтобы ребята выполняли спортивные разряды, чтобы ребята приобщались к здоровому образу жизни. Естественно, чтили память великих наших тренеров-педагогов. Это Леонида Поликарпыча Буторина и Валерия Ивановича Гребенкина. Чтобы ребята обменивались опытом, тренеры обменивались опытом. В соревновании открыл парад участников. На мероприятии чествовали почетных гостей. Мастеров спорта, ветеранов, заслуженных тренеров наградили благодарственными письмами за вклад в развитие спорта в нашем городе. Слова благодарности прозвучали от дочери тренера по вольной борьбе мастера спорта Советского Союза Леонида Буторина. Очень волнительно и огромное благодарность организаторов за этот турнир, потому что это у нас очень ценно и важно. Данный вид спорта в нашем городе существует не так давно, но с каждым годом стремительно развивается. В этом году в соревнованиях приняли участие 220 борцов. Чему именно этот вид спорта? Ну, потому что тут все есть и гимнастика, и подкачка, и силовые упражнения. Я приехала сюда победить, чтобы меня знали весь город и вся республика. Как считаете, как вообще в Удмуртии развит именно данный вид спорта? Ну, хотелось бы лучше, чтобы и финансирование было бы лучше, для ребятишек особенно. Внимание, чтобы больше уделяли. Греко-римская борьба очень полезна для подрастающего поколения. Она развивает силу, ловкость, выносливость, уважение к людям и сообразительность. Именно из таких борцов вырастают не только чемпионы, но и настоящие мужчины. Елена Рудакова, Валерий Колдомов, Водкинске.